Расскажу, как дела у детей. Задали мне такой вопрос, как там у Паши дела в школе. Давно задавали такой вопрос, как типа у Паши дела после того, как он два года проходил в школу, и как нетворкинг и так далее. Расскажу в основном про Пашу, потому что про Машу рассказывать мало. Она отходила в школу буквально несколько месяцев, да, получилось. Только начала со всеми дружить, и получился этот ковид. То есть у Маши немного друзей, скажем так, и подружек сейчас. Больше, особенно со школы, да, то есть она не так много общается. Она больше дружит, например, с детками, с которыми получается дружить. То есть, например, у меня есть подружка на работе, у нее есть дочка Машиного возраста, вот мы делаем им плейдейтс, и Маша дружит с этой девочкой. Или, например, девочки-соседки, вернее, у наших соседей есть внучки две. И, естественно, они дружат. То есть она общительная, дружит, но, скажем так, не сама эту дружбу создает. Паша, конечно, у нас общительный, у него очень много друзей. И я рассказывала, что вот он, как только пошел в школу, у него появилось много друзей. И сейчас он, вернее, как, когда он ходил в школу, да, у него было действительно много очень хороших друзей, с которыми они ходили вместе в after school, с которыми они ходили вместе на какие-то, например, футбол или еще что-то. Поэтому Паша, конечно, намного-намного в этом плане проще. Он очень хорошо сдруживается. И я что хочу сказать. Мы как раз в школе, вот в этой, очень хорошо, что мы не поменяли школу, да. То есть он проходил уже почти три года в одну и ту же школу. И мы очень довольны, что мы не поменяли район проживания. Потому что все-таки у него все друзья там. И причем, что самое интересное, в основном все друзья именно вот с первого года, как он начал дружить с ними. Вот есть Джо Мальчик, с которым он очень дружил. Мы с этой семьей до сих пор дружим. Есть Вилл с Люка. Тоже два мальчика, с которыми он подружился. И мы дружим теперь семьями. Вот мы ездили к ним на дачу отдыхать. Мы общаемся часто. То есть мальчики к нам приходят, они берут наших детей или Пашу и так далее. Есть еще у него друзья такие, там Вин. И еще ребята, с которыми он меньше видится. Но с которыми мы тоже общаемся. Можно так сказать, там райдер и так далее. Тоже мы общаемся с их родителями, но не так близко, да. Вот. И насчет, там как раз спросили, как его коммуникейшн и так далее. Он, естественно, он очень-очень общительный. У него очень много друзей. И получилось так, что так как он дружит с многими людьми, с многими детьми, да. Мы стали дружить с их родителями и сдружились вот так с семьями, скажем так. Плюс, ну как бы опять-таки, он очень-очень общительный. И у него все в школе замечательно. Кроме одного, это, естественно, учеба. Вернее, как. Ему очень тяжело дается французский. Мы никак не можем ему помочь в этом. Ему не очень нравится, скажем так. Он просит перевести его в английский класс, потому что ему тяжело, естественно. Но он, в принципе, соглашается, что французский ему понадобится. И как бы он просит иногда перевести в английский класс. Но не так, чтобы прям вот совсем-совсем. То есть, в принципе, он доволен. Но очень тяжело ему дается чтение. Учительница нам помогала в этом году. Записывала прям книжки, как их читать. Записывала аудио. И мы с Пашей пробовали читать. Вот. Проблема у него еще с письмом. Писать он совсем у нас не любит ни на каком языке. Но с математикой зато хорошо. Математику он любит читать. Вот. Но я сначала переживала-переживала. Думала, что это только у нас так. Но мы вот общаемся. Кстати, опять-таки, мы когда переехали, у нас сосед с Пашей учится в параллельном классе. И они очень-очень дружились. Опять-таки, мы сдружились с их родителями. Ходили к ним в гости. Ходим друг к другу в гости. Мальчик этот постоянно у нас живет. Ну, живет в плане того, что как только он приходит с кемпа или откуда-то, он бежит сразу к нам. И весь вечер проводит с нами. Потом бежит домой. Вот. То есть, они очень сдружились тоже. Так вот, этот мальчик, у него тоже очень плохо все с письмом, и с чтением, и с математикой. Несмотря на то, что у него родители говорят по-французски. Не могут помочь. Вот. А сейчас дети у нас разленились. Как с марта закончилась школа, так они практически ничем не занимаются. Мы немножко читаем. Дети оба. Паша получше, конечно, намного читает по-русски. Маша буковки пока только учит и тоже начинает читать. Они пишут оба. Пытаются писать русские буквы или русские слова. Сами они не напишут ни по-русски, ни по-английски, ни по-французски правильно предложение полностью. То есть, они будут спрашивать, как написать то или иное слово. Ну, говорят они зато на трех языках. Ой, Паша на трех, Маша на двух. Вот. Они сейчас ничего не делают, как я говорила в предыдущем видео. Они сейчас отдыхают и наслаждаются жизнью. У них настоящие летние каникулы, а потом посмотрим, как оно будет. И будем смотреть, как с учебой у них будет и чем они будут заниматься, пока у нас, получается, мы оставляем их дома. У нас нет никаких планов для них на кемпы в этом году, потому что мы вот сейчас в отпуске. И следующую неделю будем полнедели отдыхать. Еще через неделю полнедели отдыхать останется две недели до сентября. Когда они пойдут в школу, уже мужу объявили, что они остаются дома работать до Нового года. Поэтому в авторскул дети тоже ходить не будут, будут ходить только в школу. И, в принципе, их это все устраивает, и они довольны. Продолжение следует...